Широкая напережная, велосипедные дорожки и места для отдыха. Так выглядит проект будущего городского парка. Пока он только на бумаге, но после благоустройства картинка воплотится в реальность, уверяет подрядчик главы региона. Пока же эта зеленая зона на парк еще не похожа. Делятся своими впечатлениями с Вениамином Кондратьевым школьники из Краснодара, которые приехали сюда на каникулы. Если примительно к Краснодарским паркам, это парк или сквер? Сквер. Вот мы об этом и говорим, что сегодня здесь может быть сквер, а вокруг жилые дома и микрорайон, и город шумит. А парк, он не здесь парк. То есть это совсем другая инфраструктура, это другая зелень, это другое восприятие окружающей среды. Человек должен зайти в парк и побыть наедине где-то с природой, даже если этот парк в городе. А для города, для любого города, даже для горячей ключ, такой парк необходим. Так ведь, ребята? Да. Конечно. Мест для прогулок на курорте должно быть больше, считает Вениамин Кондратьев. Необходим настоящий парк, как минимум в 100 гектаров, принимает решение глава региона. Давайте оставим детям потомкам парк. И вот я предлагаю вам в горячем ключе подобрать место и на самом деле заложить мощный хороший парк. Горячий ключ – это хороший курорт. Понимаете, а хороший курорт без хорошего парка, но не курорт. Еще один проект Вениамину Кондратьеву показывают на строительной площадке детского сада. С прошлого визита губернатора здесь практически ничего не изменилось. Объект планировали сдать в эксплуатацию еще два года назад, но из-за проблем с подрядчиком строительство затянулось. Картинки прежние, садик чуть-чуть там видоизменился, а дети, к сожалению, не ждут, они растут. Что нужно для того сделать, чтобы этот садик сдвинуть с пятой точки? Сегодня никаких проблем нет. К 1 сентября мы планируем завести все от детей. Если здесь не будет оборудования для пищеблока, для прачечной и всего другого, дети сюда не придут 1 сентября. Проблема как в том, что вы между собой не можете договориться. Вот в чем вопрос. Вы информацию сейчас только выясняете. А мы сегодня даже здесь превращаем совещание. Мы настолько умудряемся все время совещаться, чтобы до работы у нас просто руки не доходят. А мы все совещаемся, что-то выясняем. Коллеги, я просто призываю завершить со всякими совещаниями и выяснениями отношениями. То есть выйдите вместе на эту стройку, пройдите по этажам, и вы поймете, каким образом его достроить. Ремонтные работы необходимы сегодня детскому саду «Колокольчик». Это единственное дошкольное учреждение в городе для детей с тяжелым нарушением речи. Постройка 70-х годов. Замены требуют окна, а также внутренние коммуникации. Губернатор подчеркивает, здесь необходимо создать все условия для комфортного пребывания детей. Что-то для того, чтобы дети ощущали здесь, на самом деле элемент радости того, что они дети. Это очень важно. Потому что сегодня все равно мы должны дать детям то, что зовется детством. И все. Это наша задача. И им совсем неинтересно, как мы ее будем выполнять. Остро стоит вопрос в горячем ключе и с условиями для занятий спортом. Эту проблему подняли уже на традиционные встречи с активом. Министр спорта рассказала, что сегодня в муниципалитете катастрофически не хватает ни тренеров, ни стадионов, ни спортплощадок. На сегодня 16% детей по итогам прошлого года в муниципальном образовании занимается. Такого показателя нет ни в одном муниципальном образовании. Потому что на самом деле заниматься негде. Это два зала. Это стадион открытый. И те школы общеобразовательные, которые имеют спортивные залы. Вот найдите алгоритм, в месяц ездите хоть в какое угодно муниципальное образование, подключайте лимитационную, ищите способы, возможности. Молодежь, тем более на селе, в поселках, в куторах должна быть максимально охвачена. Максимально охвачена. Нашей заботой. Это принципиальное решение. Поэтому здесь никаких отговорок больше быть не может. Не меньше озабочены жители горячего ключа и подачей воды в свои дома. В некоторых микрорайонах и поселках она до сих пор либо течет ржавая, либо несколько часов по графику. Вода ржавая или вообще бежит, или вообще не бежит. То есть два момента по воде. Потому что вода – это жизнь. Горячий ключ. Вроде как сам Бог велел быть с водой. А как бы люди жалуются. У нас из шести спарли работало две. Мы сегодня эту проблему решили. Да, она не всегда чистая, но вода там есть теперь не по графику. Здесь-то смешно, можно сказать, бального курорта без воды. Дополнительно пять скважин, полностью с ним будет потребность всего горячего ключа. Давайте, просто не снимайте, потому что я хотел бы, чтобы он никогда не поднимался в горячем ключе. Если решить все эти накопившиеся проблемы, горячий ключ сможет стать современным курортом, считает глава региона. Тем более, что база для этого сегодня есть. А бальное лечение сейчас, как никогда, экономически востребовано. Но о том, что в Краснодарском крае есть минеральные источники, должны знать не только местные жители. Я уверен, что если мы здесь где-то совместно вложимся, и краевой бюджет, и муниципальный, и инвестор, мы получим качественный курорт, который сегодня очень востребован. Надо вложиться в один год, в один год и пошуметь. Вот дальше рекламу должен подхватить качественный отдых. Вот в чем вопрос. Насколько дальше горячий ключ готов дать этот качественный отдых. Качественно санаторное лечение, качественное бальное лечение. И на самом деле доказать, что реклама была не просто рекламой. Тогда санаторное радио подхватит это все, и сам бренд сам по себе полетит по стране. Бренд горячего ключа. Ровно год назад после визита губернатора в горячем ключе обновили руководящий состав курорта. Время у нового главы для адаптации уже прошло, и сегодня пора переходить к действиям, говорит Кондратьев. Но участвовать в решении проблем должны не только лишь муниципальные власти, но и краевые чиновники, предлагая выходы из ситуации. Мария Крошина, Ирина Касабова, Алексей Комаров и Денис Маскаленко. Кубань-24. Горячий ключ. Продолжение следует...